ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Толкование. Он пришел к язычникам, так как видел, что фарисеи не принимают учения его опрашенных. Тире. «Почему хананьянка говорит «Помилуй меня, а не дочь мою?» «Потому что та была бесчувственна. Но Господь не отвечает ей ни слова, не потому что призрел ее, а потому что желал показать, что пришел прежде для иудеев, дабы предотвратить клеветы их. И дабы впоследствии они не сказали, что он благодетельствовал язычникам, а не им, с кем вместе он желал показать твердую веру сей женщины». Вот выслушали, не молчите. Какие у вас мысли? «Главная задача – Слово Божие приписать на сегодняшний день. Оно живо и действенное. Чтобы оно заговорило, вызвало у нас такие эмоции, которые в женщине в этой были. Можем представить, какая была прелюдия, предисловие. Она слышала в чужие места, он идет. Вот так, чтобы мы приехали, и к нам кто-то навстречу выбегал, ну практически не было. Ну было слышали, а вы не спотеряет, и такое спрашивали. А это конкретно она видела, это он тот, которого она ищет. Что она слышала в этих местностях? Об исцеляющей силе и все. Но если все, значит умрет дочь твоя здоровая. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Но умрет. Почему она не просит награды иной? Садя ей до конца, перенести мне этот крест. Беснуется – это не означает, что дочь была ее грешной. Это доказывает Ян Гристиан. Златоуст в первом томе, здесь, но с Тагирией. Это покущение Божие. Из-за обеснования, что он беснуется человек. Вот сектантам я говорил, все говорят – это за грехи. Ну за грехи, дочь. Что ты за грехи? Это откуда известно, что ей 5 или 6 лет? Она жестоко обеснуется. Ниоткуда неизвестно. Ну затоусты смышления. А затоусты, говорит, Бог попускает. И по обеснованию нельзя решить, человек это грешил или не грешил. Четкая программа была. Слепой, значит, что-то за небес. Кто согрешил, он или родители? Они прямо так сразу и падают. Они так научены. Ни он и не родители. Как так? Разве бывает так? Ну он не мог, потому что родился слепым. А родители? Родители. За родителей дитё не отмечают. Закон говорит. То есть дома реально были проигрышные, а они этого не видели. А то чего? Чтобы на нём были явные дела Божии. Да слава Божией. Вот научитесь мыслить вот этими категориями. Это означает знать Писание. Вот сегодня батюшка как раз засчитывал о великой пользе чтения Священного Писания. В храме кто был, ты знаешь, о чём я говорю. И вот это один из сюжетов. Христос шёл и говорил. А она не просит духовного ничего. Ну давайте, вот сегодня идёт Христос. Идёт по городу. И дошёл до краевой больницы. Вы понимаете? И каждый знал, что он может одним мановением махнуть, перехрестить. И всё, вся больница не нужна. Много ли вышло вот навстречу? Многие бы поняли, что обмана это. Многие думают, да это такой же, как Рашпировский. Сегодня бы отсюда болячка уходит, а туда переходит. Ну, у нас опыт свой есть. А ты бы пошёл. Не знаю даже. В первую очередь я не болею. Ещё я пойду. Я ещё ни разу не соборовался. Я не болею вообще. У меня соборовает меня Виктор Андреевич Яковлев. Врач, где его болеет. Батюшка ни разу мажет, ну помазать тебе, а да зачем я подбалящее. Попутно сказать. Кто болит, не пойдёт к Пресвитеру, а призовёт. Это доказывает вещь одинаковый. То есть он лежащий, парализованный Сергей Козлов. Призовёт. Ну, чего тут непонятно? Стоят здоровые. Бежу Алексея загуляем в вашем. Кажется, Наташа была тоже? На соборовой нет? Не была? Молодец. Сама в один угол. Стоят здоровые, крепкие в церкви. Вот когда идут. Ну, совершенно нормально. Я сейчас по собору, если на работу поехал. Камечником работаю. Да что? А грехи прощаются. Выдолго на каждом шагу. И дальше их помолятся не о нём, а над ним. Над ним. Над. Над. Он лежит. И они над ним склон есть. Он под ними. Надо это означает как? Над домом зашла луна. Надо дома. Не под домом. И помолятся над ним. Он лежачий. Подряд всех сегодня. Но тут доказывать ничего не надо. Призовёт. То есть идти не может. И лежачий не поднялся. Над ним помолятся. Всё извращено. И поэтому никакого истиления нет. Мажут, мажут. Масло истратим на 100 рубля. Истиление на копейку. Я слово вчера только подумал. Стоял. Дверь приоткрыта. Кабак заедает. Самый неизбивый батюшка. У него риза такая. Сзади ещё крест широкий. Его даже японский шершень не пропустит. Одни руки голые. А под руками у него ходили. Соответственно, дым идёт. Как у Иосифа из бедра. На гаподе. А самый уязвимый я. Я не слышу, как подлетает. И голова самая голая. А женщина плаками подкрытая. Бедного Ваня. Он вчера размыслил. Посмотрел. На полуслужбе у нас мухи уже полусонные. Ползают по полу. Когда дверь закрыта. От духоты. Вот покутно сказать. Вот эта женщина. Я взял такие слова. Как погибший мокрец в Израиле. Вот когда евреям это говоришь. Они как первые верующие. Мессианские. Погибшим. Доктор. Ну погибший это одна, вторая, третья отца. И таких овец тысячи. Это что называется? Скотомогильник. Каратбище у людей. А у скотины называется скотомогильник. То место, где хоронят сдохшую скотину. Ну как хоронят, там бросают. Птицы расклёвывают. Израиль представлял скотомогильник. Как сегодняшний патриархий. Никого нет верующих. Что бы ни сказала эта система, они в неё уже влились. Почему? Сама организация системная. Не от духа святого образования. А от Ставида Сберия. Ты в нему на тебе веки, в этих словах ты увидишь. Один человек, не все его знают даже. Он говорил так. Я отвечаю за свои слова. А не за то, как вы их поняли. Я отвечаю за свои слова. А ты поняла так или как? Да ты за это отвечаешь, раз так поняла. Я сказал немедленно, бегом домой. И ты как поняла это? К вечеру пойти или сразу? А я, куда домой? Волокраду? А я поняла так. Спрятаться надо. Но это ты так поняла. Я этого не говорил. Я сказал домой. Приехала комиссия сейчас. Узнал, кто бедный живёт. И определённая шкала, называется корзина потребителя. Что бы на каждого человека в месяц тратили 15 тысяч. И кто дома будет, на всех по 15 тысяч каждый месяц. Ты бы ещё быстрее побежала. Тебе надо познать в этих словах какой смысл. Погибшего в Сидраве. С какой целью сказал. А эти не погибшие? Погибшие. Но я послал не к ним. Везде глубочайший смысл. И ты до него будешь доходить не сразу. Враг человек взял. Я однажды долго размышлял, мобился. И мне открылось, что это такое. Так я едва укрепел. Чтобы на крыльцо выскочил. И охота сказать, никого нигде нету. Что это означает? Когда вышел сеять и сеять. А там вышли. Владыка, а тут насеянный. Ну давай мы выделим. А вот когда спали рабы, в это время враг человек сделал это. Почему враг человека, а не враг сатана? Почему не враг птица, не зверь, а враг человек? Вот эта мысль у меня все время тревожила. Теперь я ее знаю. Причем толкования я не нашел. Я увидел. Процессы развития. Все сбегалось на человека. И сегодня сатана действует не в открытую, как тогда на паутом, а через кого-то где-то. Через кого-то или где-то. Он избирает сосуд и начинает противоречить, и соглашается, комментирует, то есть извращает все. Это было вчера. У меня знакомого сидит, Виталий Калинников, в синей одежде. И мы разговаривали, и она по ним упомянула. Я говорю, ты побеседуешь с ним? И она согласилась. То есть я, Рафима, боится снимать аппарата. Ничего подобного. Она согласилась. Я его видел у барбашей во дворе. Дальше она пошла скорее в платье переодевать, чтобы... Митя вышел, а я его привел. Она хотела сама прийти. Ну я, у Нянина Александровна работает, и пришел туда. И она ему дала урок. Скажи, Виталий, серьезный урок? Она полную программу нарисовала, что он делать должен. В первую очередь, мне наказала. Меня обвинила в этом. Ты собираешь все, что не надо. Прогони его сейчас же отсюда. Это первое. И дальше начали говорить, что нужно делать. И она давала опыт. Я ни разу не сказал, что ты себя выставляешь. У нее опыт. Опыт молитвенный. Мы тут понимаем с полслова друг к другу. И я все это записал. И будет в интернете. И написал для разведенных и покинутых. Урок. Она дала все. Потом глаза закрыла, постояла. Больше сказать еще не могу. И Митя в дом. Я не знаю, где он не пришел. Может быть, не знал. Ты не знаешь, где он. А ты сбегай. Рядом. Он стоял, где он не знает. А? Когда объявляли на собрании, он рядом стоял с собой. Ты когда объявляешь? Он знает, что придет? Это занятие? Да. Ну ладно, тогда. Вот теперь смотри, что мы извлекаем за кисло. Она как-то один раз пришла ко мне и говорит, а вот такого-то человека я хочу, чтобы он то и то делал-то. Я говорю, канон не позволяет. Я открыл канон, она мгновенно его приняла. Я на бумажке выписал. Она сразу назад и говорит, каюсь. Серафима Гавиловна. Несмотря на всякие прочие, вот это качество будем припоминать. Ее никто не видел сидящей в раме, запомните. А она говорит, как что болит и как я бьюсь. Я бьюсь, говорит, с сатаной, а не с человеком. Как он приходит с такими мыслями, ляжь-полежи или присядь. Рядом там с матушкой, рядом с Надеждой Васильевной. Я говорю, никак не могу это сделать. Это одержать победу, говорит, над ним надо. И дальше мне легче и легче. Алкоголь разгорается. У нее опыт. Пока она живая, кого я назвал, садитесь к ней, поучитесь. И она ему назначала по дням, что делать. Что в пятницу, если на две сестры. И что нужно делать. Она ему программа. Кто его коснулся? Я говорю, у него работа есть. Его барабаш принимает на работу. Я делал другое. Ты должен зарабатывать, вот сына кормить. А не то, что армянчик убежал. Она как начала его в песочек, пыль летит по всем сторонам. Не гляди, что маленькая. Она пробрала ему жизнь. Никто этого не говорил. Еще летали. Ну вот он все. Я не по за глаза говорю. Притом я ей ничего не рассказывал. В конце сказал, говорю, а я ему это уже сказал. Тетя, между словами. Она подтвердила. Притом она очень внимательна. Делать нет операции. Ей двое сказали, батюшка. Она в пешку пришла ко мне. Пришла. Вот такое дело. А ты как считаешь? Я говорю, не молился. Помолюсь, если ответ получил. Стал молиться. Говорю, мне она себя спережит. Не делай. Она говорит, да я уже не договорилась. Не делай. Ты спросил, ответ. Дальше она все это помнит. Ну и счистый разум. Старость, говорит, в разуме не потерять. Она это поняла. Твоей востребованности какой ты нужен. Ей в этом году, что ли, 90 лет. Милующий Господь дает. Оцените этот бриллиант, пока он здесь. С каким благоговением она готовит просфоры. Я перед окном встал, хотел вызвать Митю. Она меня увидела. Давай креститься, чтобы я не зашел. Я скорее годно развернула назад. Просфоры, когда она готовит. Я ей не подходил в это время. Все, она уже на небе. Забли вся деревья. Считай. Не принимает от ворисеек учения обращения. Как они говорят? Что фарисеи не принимают учения его обращения. Объеде. Его, как он сказал. Он никакой роли не играет. Обращение. Понятно. 25-27 стих. А она, подойдя, кланясь ему и говорила. Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала. Так, Господи. Ну и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Толкование. Когда же Христос назвал ее псом, так как язычники вели нечистую жизнь и осквернялись идольской кровью. А иудеев назвал чадами. Хотя они являлись после чадами и хидмы. То она разумно и весьма мудро отвечает. Хотя я и пес, и не достойно принять хлеб. То есть какую-либо силу благодати. И особенно знамение. Но не лиши меня, Сюго. Для твоей силы это маловажно. А для меня весьма важно. Не лиши меня только крупиц, которые для ядущих хлеб не важны. А для псов важны, ибо они питаются ими. Ну, кто имеет что сказать на эти стихи? Ну, а заметьте, женщина, которая первый раз встречает Христа. Она о нем обязательно слышала. Зачем она бежала и кричала-то? Она знала, что тут что-то необыкновенное, сила. У ней, когда получил такой ответ, не ущерите, никто не ожидал. Обозвал ее собакой. Псом. У нас, в первую очередь, это мы псы. А евреи, это дети божьи. Да это хуже всех собак, хуже всех зверей. Весь мир обобрали. Перестройку сделали, революцию нам сделали. Весь Советский Союз перекачали в Израиль. Это они твои дети? Она по тем временам могла бы это сказать. Эти все, которые сегодня в футбольной поля, в яхте, в пятиэтажных покупают, это дети божьи. А у нас здесь учителя, комбикормом кормили детей, учительница повесила с горным Алтая. Это что, это дети? Она ничего этого не сказала. Другой вариант был, но чем мы хуже их? Я вот смотрю, у них работы, ваши нисколько не лучше, наши. То есть вариантов было несколько. Показать, что они хуже, показать, что мы равные, она ничего этого не сказала. И она приняла, да, так. Им, наверное, погрязнула собаки. А где собаки бывают? У нас собаку в комнату нельзя завести, а они по столу. Одно из наказательств того, что собака не была таким животом, которое скверняет помещение. Это выдуманный канун. Сегодня собака в храм забежала освещать, а кошка у митрополита, кот был любимый, говорит, там пишут воспоминания, как вот. И хор поет где-то там вверху, а там балконе, ну и периметр такой, и кот идет, он говорит, из алтаря увидит его и улыбнется. Его кот пушистый, какой там, сиамский. И это не сквернение. А они по Библии идут одинаково. Неразвоенное копыто и нет жвачки. Вот такое бродело. Язык собаки лечебен. Язва незаживающая бывает. Ты намажь сметаной, дай собаке, чтобы она лизала его. Все, гарантия. Заживет. А кошка полежит, и не вылечится никогда. Кошка бывает где-то у гусяки или что-то. Он у вас там в Новосибирске, говорят, это лазер. Альпиаду укусила, так? Вот она, Валентина знает. Она сколько молила. Ну и вот теперь решили. Какой ответ давать, когда нам говорят такие слова? Да так. Да. Мы живем, как собаки. И однако, Господи, собаки едят брошки-то. Хозяева их не кинают. Они просто лежат. У нас были немцы здесь, Эрд Яков Севастьянович. И говорили, что они, говорит, чашки, когда поедят под стол собаку. Собаки вырежут, а потом моют. Так мы до того, кержаки, для нас вообще скатататство. Представь себе. Вот у отца у нас было ругательство, большое такое. Хохлы немытые. С грязного руками лезешь, хохол немытый. То есть, он знал хохлов и знает, как они живут. А вот, пожалуйста, тебе. Да, я собака. Но собака тоже есть что-то. Господи, жалься надо мной. Я домой боюсь приходить. Сколько я терзаюсь. Ни днем, ни ночи нет. Со скайпами все бьют. Страдаю я. Помилуй меня. Я не рада, что у меня такая дочь. Когда в это ворсово идешь, тогда откроется большее. На сегодняшний день. Бывает близкий человек. Ты бы рад куда-то, от него никуда. Мне на работе бы надо. Пальтарер, фамилия, кажется. Или Партарер. Он одну только говорил. Хоть нашелся бы человек, чтобы моего сына убил. Один сын за бутылку согласился пострелять. Хризантально. Отойти и взять бутылку. Ему дадут. И разбился. А второй каждый день душит и бьет его. А два сына всего. Вот как. Дай Бог дитя. Еще что? Дай Бог ума. Вот теперь это родилось. Ответственность. Какая большая ей детей. Это огромное ответственность. Ты не знаешь, кто он родится. Какое родится. Мать где-то в чем-то была. Не примером для детей. Теперь мучается больше лет этим грехом. У нас в семье пил отец. Иногда и мать. Старший по святьянке умер на 5 лет старше меня. И осень запивается. Это умер. Тоже пил. Пил все время. Брат. Павел запивается. Мать если одевалась, то есть Соломуды на грудь открыты была. Дочки такие же растут. Надо смотреть вот на что. И теперь принести истинное покаяние за это. Что мы сделали? Почитаю. 28 стих. Тогда Иисус сказал ей ответ. О, женщина, великая вера твоя. Да будет тебе пожелание твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Толкование. Теперь Иисус открыл причину, по которой он откладывал в начале исцеления. И нам, если захотим, нет препятствия получить желаемое, когда имеем веру. Приметь здесь, что хотя и святые просят за нас, как за эту женщину, апостолы, но получаем наипаче тогда, когда сами за себя просим. Эта хананьянка служит знаком церкви из язычников, ибо и язычники, прежде отверженные, после привлеченных в число сынов и удостоенных хлеба, то есть тела Господня, напротив иудея, сделавшись псами, стали питаться крупицами, то есть малую и скудную пищу, буквою. Тир означает удержание. Сидон ловцов. А хананьянка, уготованную смирением. Итак, язычники, которые прежде заражены были злобную, и имели у себя ловцами душ демонов, приготовленные смирением, тогда как праведные приготовились высотою Царствия Божия. Сидон толкует, перетолкует слова. Берет слова, и эти слова переводит, и на них делает толкование. Это надо знать очень и очень много, что применительно суда. Только никогда не задумывался, что означает фамилия Устина. Откуда она? Что к ней заключено? А Златову с этим и занимается. Это блаженных противов на него взял. Вот сегодня батюшка, без ризы, кусает тебя тоже, уездимый ты. Отрезали косу-то и потерял силу. Так риза вместо косы. Ну и вот смотри. Вот сегодня батюшка стал молиться молебеном. Я стою далеко и не слышу. А у меня свои муси. В среду будет суд же на дорожном районе против меня в Барнауле. Я думаю, батюшка, как близко к сердцу воспринял все. Стою и за него благодарю Бога. И ничего не слышу. И вдруг слышу о нашествии на племенах. И я утвердился, что именно об этом он молится. А что не погодит? А теперь думаю, а не погодит дождь. А дождь, говорит, пошел дождь, разверлись реки. И дом-то на песке был и пал. Реки это означает падшие демоны. И так подходит. Это как называют надзорка? Роспотребнадзор. Потреб, от слова потреб. Это о нем молились мы. Которые навалились. А нашествия на племенах. Они как дождь сверху не зрелись. С неба падшие. И очень подходит. И я тогда усилил молитву. Думаю, особенно на коленях когда. Поднял руки и до конца не опускал. Услышь, Боже. Истреби воды эти. Выпусти во свободу. Это надо смотреть. Несколько мест писания. Пошли. 29-31 стихи. Перейдя, откуда пришел Иисус к морю Галилейскому, и взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увеченных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И он исцелил их. Так что народ делился, видя немых говорящими, увеченных здоровыми, хромых, ходящими и слепых, видящими, и прославляли Бога Израилева. Толкование. Взойди ты на город обрадетели и заповедей Христовых, где восседает Господь. И слеп ли ты, и не в состоянии сам собой увидеть доброе? Хром ли ты, и не в состоянии прийти к нему? Глух ли ты, и нет, так что не способен ни слушать наставления от другого, ни сам наставлять других? Или рука у тебя согнута, и ты не в силах протянуть ее для подаяния милостыней? Или ты одержим какую-либо другую болезнью? Приподи к ногам Иисуса, коснись следов его жизни, и получишь исцеление. Утверждение истины святыми отцами изложено, не позволяет блуждать им. Просчитали? Достаточно для спасения? Достаточно. А вот если я разбираюсь, сектанты где-то, а ты как понимаешь, Ваня? А ты как понимаешь, Ваня? И вот пошли, а ты как понимаешь, Таня? А я не так понимаю. А здесь ничего этого не надо. Ты можешь расширять это, да. Что значит коснуться следов его жизни? Что коснусь? Вот тут приподи к ногам Иисуса, коснись следов его жизни. Как понять? Как Христос делал, так и ты делай, да. Следы говорят о движении. А жизнь это движение вперед. По жизни. Вот так примеряйся и все. То есть многое увидишь, а можно не на первое место ставить. У меня к вам ко всем предложение сегодня для размышления. Что начали масоны вот это сейчас наступление уже на Россию. Ювенальные юстиции пока не приняли. Ювенальные юстиции будут приняты. У тебя ребятишки до 16 лет все могут быть изъяты в один день. По разной причине. Какая угодно. Рано встала или поздно, ночные брежения. Крепко обнимаешь, изрушающая любовь. Что угодно могут сделать. Но говорят, когда ее уже хотели принимать, просто бы президент Российской Федерации Путин где-то ответил. Насчет геев и прочее. У нас и так мало рождается. Ну и все. Китай не приняли, в Индии никто и не предлагает. А там уже за миллиард давно заходит. И что? Никто насильно не делает это. Мы сами себя подготавливаем к тому, что сейчас идет. И вот а как быть? На следующий год лагерь будет или не будет? Бог его знает. Мы еще эту полынь не выплюнули, которая нас подняет. Но программа у меня уже есть. Мало людей, в первую очередь. Должно быть людей больше потеряет. И должны быть у каждого отдельно летняя кухня там или что-то. Ну вот как, вот где сейчас машина стоит, этого Романа Малыша. Ну я, Рая, Балаболитин это. Отдельно стоит. Я набираю людей. Объявляю там свои, незнакомые. Каждая семья может взять семь человек. Свободно. Там жить. Матрасы мы даем. Один из наших людей, волонтеры, с ними будут работать, готовить. Вместе все с вашими. Это ваши гости. И на вас они пишут заявление, дали гостей на лето, чтобы к ним уже вот от разных потребов не судится. И такие десять. Семьдесят человек. Но мы с ними будем встречаться каждый день. Давид они у вас работают. То есть на огороде, везде. Когда-то мы вас выпрашиваем, мы приходим и говорим, дайте нам на огород прополоть. То есть они не лагерные. Название мне сейчас везде в интернете давят и давят, смените название. Если наложен штраф, только скажите, мы заплатим. Люди уже волонтеры, со всех стран при том. Такие отзывы идут. Хорошо. Мы в день будем несколько раз заниматься, может быть. Купаться все вместе собрались. Приехала комиссия. Да заходите, смотрите, зашли. Спят только взрослые. А взрослым это не касается. А как? Давно рабочая группа. Сами-то себе. Нападают на обед и на спалье. Все. Больше они никуда не лезут пока. На кухне все эти мазки берут. Как готовят детям. Книжки, а тут ничего не надо. Гости приехали. Тебе свояки приезжают. Проверяет тебя кто-то? Никогда. Тебе внуки приезжают и проверяют? Нет? Нет. Вот ответ. А мы будем с ними отдельно заниматься. Снабжать продуктами. Постельной принадлежностью. Ну а баня, баня у каждого из вас есть. То есть выход уже видится. Как можно сделать. Но должны быть люди хорошо проверенные. Или бы они послушали, чтобы в этот же день можно было отправить обратно. У нас есть люди, которые не наши вы общины. Но их можно вполне взять. Вот это маленькие девочки были. Которые у них пять ребятишек. Там один парень не повиновен. Вот могу и не взяться. Четверо вполне подходящее наше. Четверо. Это уже. Вот об этом помолитесь и обдумайте. Ну это ты так. А как остальные жители? Ты до кого спросил, как они на это смотрят? Да. Все. Говорят, остальные жители-то спросил, как они на это смотрят. Да я к ним и даю смотреть. Я предлагаю. Предлагаю. А как они будут знать, если я буду молчать? Да ты молчаешь. Ну, кому-то ты дал. Ну даже смотри. Ну я говорю. У нас свое встали. Мы там даже, а они, кто я с вами поработал, не разговаривали. Это ты говорил. И не готовят. День-два там нет, когда готовят. Что поедет, там могу резко. Я не говорил. Я говорю, надо бы. Больше денег надо будет за них. Я больше не могу сделать, и ты не можешь. Как Бог даст. Так или это-то по квартирам, ты подумаешь, что ты говоришь. Так, больше жителей, и у каждого жителя желательно, чтобы было запасной, где-то дети отдыхают. Летние там разные места. И дальше я рисую план, как это может быть. Один-то сарай, как должно, бороба за 20 лет не может сделать, времени не хватает. Батюшка, пересядь вот туда, парень. Пересложите сюда. Ну все слышат, ладно. Пересядь, пожалуйста. Продолжай дальше. Позднее идешь. Значит, еще делать ты не будешь в этом направлении. А я ничего не буду. Я что, брат? Я возьму к себе, когда я дома не живу, уехал на Абонат. У нас конкретно, конкретно. Мы сейчас заказываем доски. Я должен встать утром на 5-7 человек, который. Сами будут предоставить мне свой. Значит, твое предложение какое? Таким. Палатин, какое? Так, как было, он уже быть не может. Ну, моя дочка, если ты так говоришь, только так. Отдай дом, заходите. Я не говорил, батюшка, ты прибыла на ходу. Я не говорил. Я говорю, вариант видится вот так. Чтобы сами родители написали, что мы принимаем детей. Я же как раз это и видел. Я говорю, теперь... Ну, а то ты не говори. Ты говоришь, что я так вот думаешь, что я пишу, видишь? Надо сказать, что это, согласен ли, а то ты... Ну, конкретно давай продолжаем. Давай. Как? Как? Махнуть не надо ничего? Детей отобрали, и все, на этом конец. Ну, конкретное предложение такое, чтобы оно имело перспективу. Ничего и нету. Я вижу только... Затюнин, у меня каждый круглый год лагерь дома. Круглый год лагерь. И что она сделает еще? У нее круглый год лагерь. Я не пойму, к чему говоришь? Что ничего не надо делать? Надо восстановиться или еще? Ну, надо. Ну, ты говоришь, по 5-7 человек. Ну, ты не так, я не так. Ну, теперь давай ты какое-то предложение. Мое предложение выслушали. Давай ты. Если ничего нету, это только разглагольство или краснобайство. Нету пока. Но то, что предложение требует, я считаю... Я говорю, что надо бы больше жителей. Первое, что непонятно. Жителей нету больше. Или нету больше жителей. Значит так. Ну, нету больше. И что на этом? Давай из углову... Ну, что спортчины предложать? Да, нет. Давайте из углову нового поселенца Иосифа погонять на деревья. Ну, давайте спортчины, что у Ивки пригласим. Понятнее, как я говорю. Вот если бы я выгодательно работал, мне было бы этих... Больше жителей. Еще раз говорю. Вот он, Роман, при нам машину едет. Сколько семей у них таких, у которых средств нету? Вы, говорит, организовали бы команду, которая строила бы строительное. Мы бы купили. Но сами мы не можем. Деньги есть. И скотину забили бы все. Дом построить мы не можем. Дом построить это надо много. Вот он сейчас что, Алексей? Пока ничего у него нет, кроме подземный водоем для Харляна. Если у него есть деньги у хозяина, ему за неделю дом построили. Да, еще как у Игоря построили, после обеда стена рухнула. Ну, надо смотреть, не понимать кого. Игорь, кого он нанял. Ему старых построили, хоронника. После обеда все упало. Кого он нанимает, надо смотреть. Как? Значит, порядок... Есть предложение, когда сам будет команда, которая строит? Да. Иосиф, каждый год по-долго. Да. Игорь, пока оправдает все деньги и работают. Надо, чтобы была строительная бригада. Это понятно. Пока нет, об этом поместите. Мы вехи ставим, вешки. Где конкретно? Что делал? Израиль пришел. Нееме ночью тайно объехал город. Что делал за год? Интересно, кто перебивает? Я качаю. У них как будто подпитка идет от моих слов. Как я когда заканчиваю, они как проткнутые пузыри падают сразу. Я конкретно говорю. Нееме. Библейский персонаж. Вернувшись в страну, тайно ночью объехал. И сказал свой дед. Взял с собой только одного оруженосца. И сказал, никому не говори. Потому что в народе наступит апатия. Ничего нету. Всего лишь 10 домов. 33 жители. И мы приехали. Вокруг одни враги. Что будем делать? А в это время богатые накладывают свои налоги. Бедные закладывают землю. Пришли кезды и говорят. Вот такое, такое дело. Вы знаете, что он сделал? В первую очередь упал и стал рыдать. И пришли мужи. Оказалось, привезли жены на племенных. Безбожьих. Я бил их и рвал в городы. И, наконец, развод по всей стране. Святое семя очистилось. У них безвыходное было. Враги строчат. Там потребнодзор. Везде неправильно. То другое. Прекратилось строительство. Не разрешают там строить. Он добился. Через несколько лет возобновилось. Мало того, еще и отпустили. Мне говорят, на вас нападают. А нет, вы обратились к премьер-министру Медведюшему. Отпустили деньги. Хорошие дома построить. И прочее. Да мы не делаем этого. А это делается, да. Поток был на Хабаровске. Сумели дома построить. Деревни целиком. Пушки разные привезли. Там сушильные. Мы ничего не делаем. Мы затаились. Потому что мы боимся. Как бы хуже не было. Даже дорогу вот здесь сделать. Я говорю. И сразу. Это шарщинная дорога восстановится. Она из погон века была. Но уже привыкли без дороги. А как народ поедет. А как воровать будут. Убери маленько-то. Сколько раз прихожу в Барабашан. Батюшке. Даже палочка у дверя не стоит. По дому пошел. Покрещал. Наклюкает. Просто сатана по затылку. Теперь. Если мы дорогу восстановим. Воровать будут. Не надо ее восстанавливать. Вот так. Правильно. Вот пожалуйста. А половина. Как это чисто. Старообрядческий подход. Она слежала тысячу лет. Пусть она лежит дальше. Даже можешь не говорить. Сразу видно, что старообрядческий. Перспективы никакой. За триста лет ни одного не было миссионера. А зачем? Кому надо сам обратиться? Ни одного. Заметь. Ни одного за триста лет. Вот лучше докраска. Ну ладно. Мы сейчас говорим о деревне. О деревне. Если мы будем молиться. Если не работаем. Если о деревне мы будем молиться. Господь силен сделать то, что мы не знаем. У меня в этом году несколько семей просилось только. Но речь идет о постройке дома. С деньгами. Вот он сейчас переезжает. Вот я ему дал. Перекупил этот домик. А он может построиться? Может. Жена против. Жена никак не едет. Но есть сын 18-летний. Такое строительство. Он пока с Игорем. Я говорю, с детства гайки кручу. И говорю, вот такой человек это мужик. Можно сказать. Вон батюшка понимает его. Посмотри. Слово. Дайте слово. Мы были на выставке. Выставка была под Барнаулом. Сельхоз. Выставка. И там были рубленные из хорошего калиброванного бревна домики. Я спросил. Фирма известная на Алтае. Фирма занимается этим. Я говорю, возможно? Да, пожалуйста. Составляем проект, какой вам дом нужно. И начали. Все. Только деньги платили. Готовы. Приведут. Все. Под ключ домик будет готовый. Так это... И сколько? Ну. Сколько? Ох, так правильно. Какой он будет. Такой. Какой высоты. Какой человек. Кимушка вот. И скажем. Три миллиона. Любой. Нет, ну люди с деньгами. Люди с деньгами. Ну смотря с какими. Бывают такие. Бывают такие деньги. А с этими деньгами. Можно только туалет построить. Вот и все. Ну вот и все. А если говорят, что с деньгами есть деньги. Только некого вроде построить. Построить. Если деньги есть. За месяц будет благоустроено. Под ключ дом жить. Человек. Проблема есть никакой сегодня. Это мы когда приехали. В 91 году было. Чтобы купить цемент. Я поехал в Искитив. А он говорит. В частные руки. Только 50 килограмм продаем. Вот так. Мне пришлось ночью возвращаться назад. В Катниково. К директору. Валерий Мегорьевич. Чебонин был. Утром пошли в контору. Он мне выписал доверие. Будто я цемент беру на саркоз. На Катниково. Тогда только я поехал. По этой доверенности. За наличный расчет взял 11 тонн. Цементопост. Вот какой вариант. А сегодня ты закажи. Тебе завтра привезут готовый дом. И поставят его. Только плати деньги. А какие. Какой тебе надо дом. А люди с деньгами. Это не означает. Что с деньгами. У него там стоили 200 тысяч. Это не деньги сегодня. Если у него есть. Еще там. Около 5 миллионов. То. Это можно считать. Еще какие это деньги. Еще не деньги. Но. Хоть какие это деньги. Тогда чтобы купить 10 км. Пиломатериалоза. Мне нужно было писать заявление в райисполком. Потом собиралась сессия депутатов. И решали. Продать или не продать. 10 км пиломатериалов. Сегодня это надо. Не надо. Позвоните. По телефону привезут. Не один КамАЗ. Только скажи. Какие. Какой длины. Какой тебе сон. Или такой привезут. То есть строится. Я скажу еще раз. Проблемы нет никакой. Если есть деньги у человека. А если нет денег. То разговор какой. Здесь нет. А какая строительная бригада у нас. Может быть в деревне. Какая строительная. Когда. Барабажи коров. Загородники. У него нет времени. Ну. Строительная бригада. Они даже нынче. Ни одной сининки не скосили. О чем речь. Скосили. А вы знаете. Надо брать под залог у Бога. С самыми лучшими процентами. Я на того сговорю. Но закладывать-то нечего. Утром. Батюшка. Я не перебиваю. А до конца слушал. Ладно. Давай. Но я бы сначала скажу. У нас залог нечего давать. У нас вечером. О Господи. И утром встал. Перекрестил. За О Господи. И все. На целый день. Весь залог. Нечего в залог закладывать. Это может Серафимой что-то заложить. Еще она может. Много спроси. Кто закладывает. Варабаш. А Андрей. Много в залог может заложить. Все. Я оболчу. Все. Я напомню. Житие святых. Прославился своим милосердным. Филарет Диластевый. Все раздал. Вот как он думал жить. Имение большое. Дворец издалека видно. Пашек. Один подошел. Пахать не на чем. Он говорит. Ну у меня ничего нет. Только два вала своих пошел. Ты дал бы мне одного. Дал одного. А второй не тянет. Он говорит. Забери второго. В одном попросили у него что-то. Филенка отдала. А корова ревет. Говорит. Ну что мне ревело жалко. Забери корову. Наконец все раздал. Пришел домой. Видят что он раздает. Жанна говорит. Тогда на развод. Ну как Абрамовича. Ну то Ольга. Елена Жукова говорит. Сколько можно. Делись добавить. Ну он начал делиться. Отделили ему. Он в свое который пай попал. Он его и раздал. Ну совершенно не приспособленный к жизни человек. Ну до того простодыры. Я не знаю с кем сравнить его можно. С Силарионом Капралом. Который сейчас первосвятитель. Русская зарубежная церковь. Мне говорили. У него прозвище. Господин. У которого нет. Слова нет. Кто бы ни пришел. Русские приезжают. Обманывают. Отдает ему владыка. Но уже все разворовали. Ничего уже нет. Сегодня ничего нет. Ну как-то же Бог даст нам. Я был с ним. Действительно он такой и есть. Это наш владыка. Поминаемый на литургии. У него нет этого слова нет. А дальше что? Заходит. А есть на охоту. Добрый день дети мои. Как отец-то все я раздал. Еще нет. Может как странника примите. Как странника накормите. А в это время царю ищет ересту. И по всему царству, как артоксерцу, после того, как артсинь попала в опалу, ищут. Проезжают мимо и говорят. Да тут какие девушки-то есть маленько так. Ну вот простые. А что там крыша видать такая синим каким-то железом покрыта. Это там живет один такой. Он простодушный такой. Все раздал. А девушки есть. Девушки есть хорошие. Косы длинные. Грудь закрытая. Вот все как надо. Пошли. Пришли. Угощать. А кончилось тем, что стала царицей. Вот никогда не узнаешь, с какой стороны и как. И как стал царем, он сразу свой пайк попросил. Он не может без этого. У Иоанна Милостивого было так. В день кормил он примерно, говорит, три тысячи человек. Не три, а три тысячи. Сам сидел у ворот монастыря, как патриарх, и ловил людей. Если было меньше трехсот, он горько плакал и говорил, совсем забыл меня Господь. У нас примеры есть. Я говорю, под залог. А никто не спросил, а что это за залог такой? Под залог с большими процентами. У Бога. Ян Златоус говорит. Притом безоманно. Дающий нищему дает взаймы Богу. И ты бы мог сказать так, Господи, если у меня вот так-то будет, как мы говорим, то я уж на прибыток этот постараюсь, чтобы у меня был дом для странников. Вы можете как странников принять их? Конечно. Странником был принятие меня ко Христу. Вот так себе решить. И думаешь, как по-другому будет. И дожди вовремя будут. И сено пропадать не будет. И все. Не только так. Я уберу, у меня будет. Будем торговать, получать. И Яков говорит. И не знаете, что будет завтра. Вы вместо того, что он говорит, так надбиваетесь. И не помогут нам ни молебны, ничего. Богу залог нужен. Вот если у меня удастся, так, Господи. А вот предложение такое было, раба твоего. Я постараюсь, чтобы у меня был закуток такой для странников. Вот такой. Небольшой, как я говорю. Вот у нас сейчас Калашников дом. Сейчас только деньги есть. Мы закупаем сороковку. Я еще надо антисептик закупить. И там еще не стоит отстроить. И там свободно, может, могут человек 30 ночевать. Ребятишки построят. Там большие помещения. Может, может быть, так. А что? Это мои дети приехали там. Кто? Ну, а кто там рядом? У нас стали расцовывать детей. Мы забыли, что у нас Никита потеряется. И Володя Пащенко потеряется. Они могли их взять на самоманной. То есть у нас возможность уже была. И свои не отказались. По деревне разобрали. Вчера звонят опять полиции. И как? Я говорю. Восемнадцатого. В понедельник. В 22.00. Лагерь закрыт. Благодаря полиции вашей. Вы что? Я говорю. Да. До свидания. Мы ничего не проиграли. Мы выиграли. И вот этот вопрос с детьми, с детским лагерем, он уже на повестку дня будет выходить под определенные программы. Если у меня будет это, я с удовольствием это сделаю. Да ко мне негде говорить. Все будет сделано. Посуда закуплена. Будут волонтеры. Тебе ничего не надо. Только сказать и родителям дать расписку, что они добровольно отдали детей и в гостях у тебя лето проводят. Приехали к нам, а у нас ничего в кухне нет. По домам они еще не пойдут. Все, вопрос уже решился. Во-первых, мы более щедрые делаемся. Более открытые. У нас новые люди появляются. Я конкретно, я тебе не молился, не просто прятался. И мне видится вот так. А те, которые здесь есть, должны сердце свое расширить. Павел говорит, расширьтесь в равное воздействие, говорю вам. Расширьтесь. Мы жили на второй строительной. 61-16. Общая площадь по стенам. По стенам. 12,8 квадрата. Ежедневно 11 человек. С вокзала. Ночуют и ни один на полу не лежит. На три этажа разбито все. И жили племянники. Я просто знаю этот опыт. И когда приехали адвентисты, здесь, и пришел один какой-то такой представительный, такой сборной мужчина, две одеты. И подошел ко мне. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы меня, наверное, забыли, кто я. А кто такой? Я бомж. Вы как-то на вокзале меня пригласили. А я дверь открыл, ключ спрятал. Дверь открыта полностью была. Совершенно. В любое время дня, ночи приходили, ночевали. И они были. Был момент такой, когда я открыл двери. А почему? У Виктории Кругова, отверженная, ленизарадная. Там прямо говорится об этом. Дверь. Врача не должна запираться. Дверь священника должна быть всегда открыта. Это написал давным-давно. Откуда ты ругал меня, что двери не открыты? Валя, спроси, что он говорит. Он говорит, что только что ругал, что у меня дверь открыта. Открыта означает для приема, а не то, что бросили и ушли. Матюшке, три с половиной города. Вот конкретно как? То есть в любви, в радости. Вот я посмотрел по краям. Серафима одна. Одна? У Виктора пока один. Рядом живет не Анила Александровна одна. Нина Васильевна одна. Уже это головой закрутило. Да никто тебя не спрашивает. Не бойся. Не бойся. Ты приняла в 15 сразу. Показала пример на душе. Но к Надежде Васильевне опасно. На плите кипит. Рядом провод. Веники валяются. Бегает ребенок. Смертельно опасно. Дети, где Ваша бабушка? Лежит в другой комнате. Как ей давать? Там должны быть серьезные волонтеры. Вот приехала Катя Тинникова. Вот приехала Галя работала здесь. Из Путевых-то никого нет. Я говорю конкретно, что уже сделано. Детей разобрали, отправили, а теперь осталось только вот двоих, пятеро дождаться. Неделя одна. Неделя одна. Вот, а может быть, может быть, не это будет, но я вижу пока вот так. Это помогает нам расширить сердца. А так, я бы взяла одну, ну, одну девочку. А почему одну? И мне вспоминается, я считал, когда из Ленинграда привозили, ну, уже Ленинград там, голодал там, но кое-кого детей вывозили. Ну, привезли в один какой-то там населенный пункт, и у них был дедушка очень добрый. Он говорит, кажутся собачку накормят, с конфеткой к ребенку подойдет. А живет один в большом доме. Бабки нету. Ну, когда разбирали там ребятишек всех, и которая там комиссия была, обратилась ему, Никита Абрамович, а ты-то еще ничего не берешь на ребятишек-то. Он посмотрел, говорит, повернулся и пошел. Да как же так? Ты же собачек всех любишь, кошек сынуешь. Как так? А одна пишет, у них там был такой, как в виде иродивый, коров пас. Я, говорит, думала, как мне жить. Я была медсестрой одно время, и не знаю, что делать. Я подошла к нему, знаете, я не знаю, к чем мне заняться. Он бутылек достал какой-то, ну, брошенный. И говорит, вот эти мы жили. Я, говорит, пришла домой, смотрела, там, пенициллин старый, ничего нету. Как я буду жить? И кто-то говорит, деревня, везде вша заела. А она знала, как варить там серые вместе. Я, говорит, пошла туда в деревню, мне, говорит, кормят, и сметану дадут, и все, от вшей. Я, говорит, этим прожила. На комнате большие было. Я, говорит, подошла к нему и говорю. Опять там, Никипор Абрамович, а как мне сделать-то? Вот так. Он говорит, этажей у тебя много. А ноты разложить вот так надо, ноты. Все время песни будешь слушать. Я пошла и думаю, какие ноты? Что? А в это время прислали воинскую часть располагать, считайте. Ну, их там стали смотреть, говорят, а вот это дом, да. А часть из туркмена. Ну, ее пока, говорит, она была где-то, а к ней уже на дом пришли туркмены, там, через 50. Они быстро навы сделали, говорит. Я прихожу, говорит, слышу пение, зашла, где-то они на полках лежат и поют все ноты-то эти. То есть, уже все Бог определил, уже знает, на какой полке какая нота будет лежать. Как она будет петь. Ты Богу дай только как залог, залог, Господи. Если ты мне это дашь, то за мной не застрянет. Господи, ты не ошибся, что меня избрал. Разговаривай с Богом по-простому, но уже будь тверд в этом. Своим детям ты нашла место, внучатам этим нашла, и еще бы троим нашла место. В тесноте, да не в обиде. Ну, представьте, у нас отец с матерью, полкласса не хочет, а отец без руки, 10 живых ребятишек. Отец по ногам считал. Руку просунет, там, просчитал одной рукой, сколько ног-то. Срединочь, мать говорит, кто-то плачет. А вот это вот, в картошке там, днем ходила, там, полола или еще. А что ты там? Плачет, затащил домой, да и все. И все выросли. Ну, вот они у тебя не обихожены. Дождичка побоет, говорит, ветерком обсушит. И соплей не будет. Вот маленько так раскиньте, видите, что нам этот потребнадзор пользу сделал. Мы уже привыкли, у нас все, он говорит, это пройдено. Меня первый раз, когда арестовали, мне говорят, охранники, батюшка, это вам семинария. Я долго думал, семинария. А второй раз попался, а охранники держат. Батюшка, мы вам же говорили, а теперь для вас это академия. Я понял, у Бога вымеряно, на каком этапе жизни. Лагерь исчерпал себя. У нас все точно в минуту идет. Зачем Богу это повторение? Расширьте теперь. Теперь нападение на лагерь, на все православные. Мы первые дадим пример. Надо хорошее селение иметь православное, чтобы у каждого было где остановиться. Волонтеры, работайте. И туда просто потребнадзор в носа не судит. А собираться несколько раз, библии изучать, купаться вместе, ходить, сады, экскурсии. А потом в обед опять разбежались, пообедали, пришли. И к вечеру также вышли, футбол поиграли. А то оставить как музей. Как Владимир Вольфович говорил в Жириновске. Среди пустынных наших полей, там, где Забайкаль, выделите место Японии. И будет не Чувашская только, не Бурятская, а будет Японская автономная область, российские законы. А Японию оставить как резервацию, показывать, как люди умели жить. А не так нам обработают горы. Такими террасами сделать мы в осенне видели, я в Турции видел. Я теперь понимаю, почему дурак нанимает строить самое сложное сооружение в России. Я нигде не видел столько техники, как они работают, как они побережье сохраняют. Как ровные места. Ты скажешь, ровные или неровные. Воды налей, вода покажет. Ровные или неровные. Сделай бортик и налей воды. Думаешь, она в один, а там повыше другую. Настолько выше. И опять риск. Это значит, идеально ровный огород у них там сделан. И камнями обложены. Все залито. Турки. И я понял, это народ большой. С ним надо дружбу водить. И что интересно, я это говорю сейчас. И предложил, опять же, Жириновский, ссылаясь на него, предложил образовать Советский Союз, чтобы включить Иран и Турцию в себя вместо этих отпавших. То есть, реально, вполне. А нам надо включить одно. Добродетельность. Расширить сердце свое. Что мне не тесно будет. Я в уголке полежу. Пусть ночью и здесь. А утром встали, спернули матрасы в сторону. Тебе в огороде везде все сделают. Перетопчат, как надо. Мне давали его одну книгу читать. Написала Белки Шхейс, баптистская, перешедшая из мусульманства. Она называется, я осмелился назвать его отцом. И вот у нее... Из мусульманства она пишет. Да, да, да. И у нее там такой случай был, когда она читала уже Евангелие, уверовала. Господь там говорит, что если у тебя есть какой-то либо обед, то зови не родных, близких, а созови там других, там нищих, коллег, там бедных и так далее. И она это когда прочитала в Евангелии, она так и сделала. Слух разослала по соседним деревням. И все к себе в богатый дом. А она еще... Я говорю, когда пригласил, а потом подумал, у меня же персицкие ковры, а потом... Ну ладно, пускай. Так она из-за дерева-то какое подняла, отпущу-то. Чтобы дети не лазили на яблок. Она показала, струбите яблок не все, чтобы чужие не лазили в огород. А потом, когда поняла, говорит, Балтия с ее, жена бывшего министра в Пакистане. Очень хороший рассказ. Я как, отважилась или как? Я осмелилась назвать его отцом. Отцом. То есть у них отца, Аллаха отцом не называют. А здесь отец, отче наш, ее поразило это бризис. И как она бежала, родственники ее ловили. Как она на самолете поднялась и дальше уже улетела в Америку с внуком. А то вы в интернете можете скачать. Вот, пожалуйста, меняется все. Я понял, что Бога благодарить надо за то, что с нами есть. Бог переливает нас сосудом в сосуд. Он переводит нас в другой класс. Мы то прошли. Значит, переходим в лучшие помещения. И Бог силен дать людей других. И сердца, молитесь об этом, что сердца раскрылись. Но жизнь бывает не так, как в житии от снятых. У Филарета он раздал все, внучку выдал за царского сына. А у тебя три племянницы вышли за границу. А что, за нищету вышли такие же. Ничего нет. Такое-то они здесь помогли. Три племянницы. В Америку, в Германию, а ничего нет они. Нищие. А вот скажу я, в чем вынуждается. Скажи, Игорь, вот так прямо твердо и четко. Вот если так будет, как я говорю. Ты десятую часть молока мог бы отдавать на детей? Пожалуйста. Так, держите куриц, который. Могли бы десятую часть яйца отдавать? Уже было бы облегчение. Я-то сам ищу везде все. Кому сейчас по дворам развезли, мы везде привезли. Хрупы, муки, сахар, растительное масло. Так, нет. Везде. То есть мы работать будем. Но теперь будем на другом уровне работать. Привлеченные будут уже свои. И это может даже, как говорится, молитва может приносить Богу. И Господь как-то отсликнется. Дело-то не в есть. А дело в том, что Господь с ними будет заниматься и готовить. И вот в чем проблема-то. Понимаете? А можно готовить? Не в место, чтобы поселить, где спать и уложить. И там в каждом доме ты прослушал, батюшка. В каждом доме будут волонтеры. Которые будут жить. Свои, наши. Наши люди, которые как Галя Забуляева со своими катерами. Катя. И они будут готовить и все там жить. Что непонятно-то? Это понятно. Другое дело. А ты как это знаешь? Президент и внучка. Теперь понятно. Ему налили в пиво, в бутылку, в полную водки. Это бутылка. Там в виде табаком Олег играет. Ельцина. Теперь понятно. Это у нас с бодуна, с похмелья непонятно. А так мы все трезвые, у нас все понятно. Ну, я высказал, пунктиру, так назову, что, я вам спрашиваю конкретно, ты можешь поработать в этом направлении дома? Да ты. Я с удовольствием. С удовольствием. Понятно? Вот и все. А в каком направлении? То есть, место есть. И детей взять, он говорит, поэтому, не знаю, какое, что ты должна сделать, поработать. Поработать, подумать. Время, если марши есть. Попюшка, я не раз считал. Священник такой-то взял на содержание 48 детей. Где он сам-то живет? 48. Обеспечение, какое у него есть, государство дает. Но 48 ртов каждый день. 48 криков. 48 пар глаз. И он со священника, при том, это не один такой. Не один. И показывает их в Китае, в Индии есть такие люди. Почему мы не можем сказать, что и нам Бог даст такой талант? Что батюшка льдом будет наполнен. Смехом детей. Ну, смотри, как ты сразу повеселил. Это очень интересно. Когда подрастает, у ребенка ты видишь изменения какие. Вот эти даже дети остались. Я только сейчас с ними был. Они записали воспоминания, как ночью прибежал к ним Никита Андреевич от Колесников. 22 часа ночи, как быстро мальчики выскочили, убежали в стек. С Владимиром Юрьевичем Галендухиным он сидит. Как побежал скорее к девочкам, как они быстро оделись. И выбегают. Представьте, гроза. Молния сперкает. И туда в грозу убегают дети. И с той стороны полиция тоже торопится снимает. Это стоит. Это кадры боевика настоящего. И вот они убегают. Полиция остается одна. Теперь к надежде стучаться. Та еще не поймет, слышит, вал какой-то стоит. Комиссия. Вот эти ваши девчонки боевые. Они там кричали. Комиссия приехала. А она не поймет, к ней или к кому. Вот как. Так что, это очень интересно. О животворяющем действует. А вот знаете, когда наступит судьбный день, как это будет выглядеть все. Приняли. Кого? Странников. Мы говорим подать милостыню. Пятачок подал, да разделите на двоих. А вот так принять его? Да чтобы здесь, он мешаться может будет. Не такое. К Андрею он дали. Они уже только зашли на балкон. И уже с балкона там. Вылезли уже на шипер на улице. Вот. Значит Андрей, где он у меня? Ну и где. Да. Я думаю, надо сделать хорошую сверху решенку все-таки. Для кого? Для детей такой квадратный. Вот, которая вот так, как побольше этого периметра. Да. Как можно сделать. А то ты гажешь спать, то смотри-ка, лестница, любой тебе поднимется, и тебя там сонного найдет. У тебя вход-то не запертый. А так у тебя решенка будет. Тоже полезно. Люди со змеями живут. Со змеями. А это дети. Притом дети видят, как вы работаете, что. Ну вот у меня одна звонит, а вы сделаете ход конем. Я говорю, а какой? Всех детей развозите, а моих не трожьте. Пускай хоть моя дочь научится шить, варить. Чтобы сын научился хоть гвозди распрямлять, там забивать. Я говорю, не могу больше. Но меня здесь нет, я в другом городе. Пришлось отправить, спецмашину заказать. И отправили в один день. А могло быть и не так. А почему? В одном месте из дома больной уезжает, в другом месте уезжает еще куда-то. А можно вашего ребенка взять с собой? Это самое то, что надо. Да мало того, заснять ему какие воспоминания-то будут. Это ежедневный труд. Это работа. А так просто, как есть поговорка, говорят. А для нас, греца, забота, лишь бы кадила в руках ходила. Ну, пошли дальше. 32-33 стих. Последний. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их, не евшими, не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Да что, про нас желает. И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Толкование. «Народ, хотя и алкогол, но не смел просить хлеба, пришедший за исцелением. Посему он по человеколюбию сам заботится о людях. А дабы кто не сказал, что они имеют при себе сестные припасы, Иисус говорит, «Они уже три дня при мне». То есть, если были у них припасы, уже истрачены. Это говорит он ученикам, дабы расположить их. Сказать ему, «Ты можешь напитать и этих людей, как насытил пять тысяч, Но ученики были еще неразумны». Это просто слова, или все-таки можно пример взять. Вот о чем мы говорили. Бог силен сделать, увеличить. И люди не вы. Вы как хозяин, ваши гости. Но что бы ни было, ни под каким видом раньше срока не изгонять. А то уже совершенно никуда не годится. Никаких причин не может быть. Не считая, что метеорит упадет, или динозавр нападет. Если уже взял, то за счет до конца, до срока. У Бога все высчитано. И от этих детек заботишься. И от твоих деля не будет. Ты тоже не вечен, можешь заболеть. И твои дети будут обихожены. О детях очень заботились. И Арнапан умолял Давида, «Когда воцаришься, не забудь моих детей». О детях. И где он в инферостея посадил? Хромой был. Коллега. Вот так. Еще последний. Знаете, в жизни самые фантастические проекты иногда притворялись в жизни. Я считал, как вот это в обвод дело, Ниагарский водопад, где там электростанции-то большие, там поламерики, говорят, освещают. И как они сквозь горы два тоннеля долбили, куда вода должна была пойти. Сколько людей погибло, там от жары, от пыли. А работа шла, и работа шла день в день, срок в срок. И все было сделано. А потом нужно было забетонировать, заармировать, и все было сделано. Вот проект, наверное, закончился. В Гатарске-то перевал прошли. Самый длинный тоннель, кажется, 57 километров. Под горами. Швейцария. 20 лет. Многомиллиардный проект закончен был. И чем закончился? Шавашем Сатаны. Показан концерт, ставят они там, Сатана кривляется, там победу над Христом одержал. Я сразу подумал, этот тоннель без аварии не обойдется. Почему такой Шаваш не был под Ла-Маншем, когда они сошлись? Оттуда копали, и отсюда. И расхождение у них, разошлось, скажем, на 3 сантиметра только. Лазерным лучом они друг к другу шли. И показано, как первые люди перелазят, когда перемычку пробили, а англичане, а французы отсюда. Англичане больше сделали. Никто не думал. Наконец проект осуществился. На глубине сотни метров. Нас Бог не сподобил там быть. Бог знал, что наша машина не справа. В Швеции сломались, тут проще. От места в Англии было бы. Вообще бросать пришлось бы. Пока разойдемся, вы помолитесь. И потом мысли, может, у вас какие-то подправить и что-то. Но я вижу именно так. В лагерь возврата на прежнем статусе нет. Абсолютно нет. Никак нет. Они в первый же день блокировали. Полиция трое суток дежурит. Экипажи меняются. В лагерь пустой. А уже дали решение. Ну все, любой хороший приказ, указ можно извратить на неузнаваемости. Мне сейчас говорят, обязательно подавать надо в суд на Роснадзор за все, что они делали с вами. С чего ради? Самому бы же вы грести. Мне ли подавать, мне ли думать об этом. Но в среду будет суд, ну пока административный. Они хотят денег сгрести на общину. На общину вообще отношения ко мне не имеют по лагерям. Тоже помолитесь, чтобы Господь развеял и все. Утешители столько, благодарят Бога, заходят там. Видно, люди расположены. Не расположены, злорадствуют только один из Америки. Скороцовский. Прямо лопаются. Наконец-то, напали, наконец-то. Наконец-то там упырь, там всякое. Из бактиста пришел православие. Никто не пришел. Если бактистская церковь, зачем ты пришел? Там лучше всего. Там этого сурного нашего царства нету. И вот он злорадствует. Когда Писание говорит, даже осла навьющенного, врага твоего увидишь, и тогда развьющь под ними. Если ты радуешься гибели человека, Богу не угодно поразить тебя и разрушить твои дела. Ты никогда не считал неверующий совсем. На 50 отзывов только один отрицательный. Злобный, страшный. Ну как он. Бывает, когда старообрядцы, когда нападают под разными предлогами, упоры, так и это да, никакой субординации не соблюдают, ничего нет. Но опять же, Христа поносили всячески. Поэтому для себя возьмите. Когда даже кто-то тебе неприятен, и у него не говорит, а ты сейчас цветочка, вот кто-то подожди, это за это, тебе не знать. Когда видели, как у его рухнуло все хозяйство, погибли дети, как враги злорадствовали. Тебя еще мало Бог наказал, кое-какие грехи скрыло, тебе пришли три князя-то. У Бога закрыто, ты не знаешь за что. Когда нас он коснется, как? Когда Бог пробуждает совесть на молитве, ты не знаешь, куда глаза поднять, к образам или куда. Самому на себя страшно смотреть. А он умер за нас. Он ждет нашего полного раскаяния, уподобления себе. А дети, дети, это привилегированный класс. Последний. 34-39 стихи. Говорит им Иисус, сколько у вас хлебов? Они же сказали, семь и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и взяв всем хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Толкование. Чтобы научить всех смирению, повелевает народу возлечь на землю. А дабы научить, что прежде принятия пищи, нужно благодарить Бога. Он сам благодарит, преломляя хлеб. Иисус уходит, потому что ни одно чудо не приобретало ему столько последователей, как умножение хлебов. По словам Иоанна, его хотели в это время сделать даже царем. Почему, желая научить нас убегать в тщеславие, он благодаряется. Ну вот это может быть. Вот такая добродетельная жизнь привлечет людей больше всего в потеревку. Вот так вот. Накормили детей, мы заботимся о них. Вот у меня были, значит, сколько-то, процентов на расселитель бесплатно. Совершенно бесплатно. Еще и обшить старались. Должен быть коллектив, работающий в этом направлении. Сегодня, кажется, это невероятно. Просто фантазия. Но мы не знаем, что будет завтра. Видите, как люди решают. Христос говорит Петру, даю тебе ключи Царства Небесного. Католики ухватились за это. Ключи Царства Небесного. И Папа им распоряжается. У них не написано, что Папа будет распоряжаться. Ключи. А сегодня взяли ключи от ада. От ада взяли. От смерти. Вот. Что интересно. А в Откровении мы считаем, Ясен первый и последний имеет ключи ада и смерти. Он имеет. Он не отдавал никому. Иначе бы всех в ад загнали. Всем было нахерно. Ты бы понял, мысль какая? Не да. А благословлять, благословлять всех можно. Благослови врагов ваших. Не написано, что проклинают. Проклинают, а в ад направляют. Не проклинаете проклинающих вас, а благословляйте. Я вот когда слышу, когда люди начинают, а он приходил, там молился. Туда тебя напугали же тебя. Боишься же. Не надо скрывать даже этого. Подводят Господь распрямиться. То есть они гремят ключами ада и смерти. Иначе ты без нас сдохнешь и погибешь. Не будет этого. Они обманывают. У них ничего нет. Ничего нет. За то, что я молюсь об храме православном, и вы меня будете в ад отправлять. Нет такого. Тогда жертв по Христа не нужна система. Система. Чьяная система не имеет коммунистическая, патриархийно-старообрядческая система. У этих нельзя со старообрядцами. Почему? Раскольники. Айки говорят, с ними нельзя ни каяния. Потому что правда у нас Бог один. Один. И поэтому ступенька прошения вся затертая. Все там мусульмане, все. Благодарения там меньше. А словословия почти мало. А мы пришли словословить его. Ты вот все это прикинь себе. И все это хочется. А что, а тебя бы как было? Я там. Новосибирская. Старообрядческая церковь отлучали. Как отлучали, так и приучали. Обнаружилось. Ничего этого нет. Ничего не было сделано. Все было снято. Но это надо было устоять. Говорят, не прогнуть себя. Показать. А потом обнимают и целуют. Я могу всех по именам назвать, кто это делал. И что интересно. Против нас больше всех воевал Евгений Бобков. Сегодня старообрядцы пишут. Вот есть человек, меня называют. С ним у старообрядцев сегодня никто не сможет беседовать. Только Евгений Бобков мог бы, если он был живой. Он каноны, дескать, знает и все. А Евгений Бобков был больше всех против. Он до конца стоял. Мы уже получили с Надеждой Васильевной снятие отлучения. И он встречается прямо в тамбуре. Тогда хиетископия была, не метрополия была. А вы что здесь делаете? Ну, у вас в отключении сняли. Стойте, никуда не ходите. Заблокировал нас. Побежал. Долго не было. Вышел. Ладно, идите. То есть его же никто не слушал. Немного погоня, и Бог его убрал из жизни. Десять детей остались. Наверное, смерть ни одной секунды на покаяние Бог не дал. Андрея Долгова он терзал просто. Когда Андрюша встречался с ним, только не встречайся с Игнатием. И нет никого. Понимаешь, мы должны молиться. А как ему? Как? В первую очередь, я помолился. Старозрятцы мне написали. Показали схему, как машина шла, где его ударила, как погиб. Жалел, конечно. А за что он на вас так? Виноват я. Я написал поздравительное с Рождеством, и которое баптистам положил в старобряческое письмо. А которое старобряческое положил в комверт баптистам. Это мне простить уже никогда не могли. Не молитвы, ничего. А то что? Почему? Потому что так научены. Научены проклинать, но не благословлять. А это не Божье. Даже евреи сегодня, готовящие царство антихристу, иной придет во имя своего примите. И тогда написано, не проклиняйся имя Аврабова. Но благословляй, ты будешь благословлен. Никогда еврея не проклинать. Ты бойся, как огня проклятия. А здесь вообще не знаю. Вы письмо получили? На ответы, получили письмо? Благословил он вас? Что? Голова на бок. Вот и все. Да я слышал уже. Кроме проклятия ничего не изрекает язык. Богу водно это. А как? Благослови. Меня часто заботят и спрашивают. А как вы считаете? Вот дело кримитской иерархии у нас здесь есть. А я к старым ряцам так или ну. Церковь это или не церковь? Я говорю, самая настоящая церковь. Скажут они о нас так или нет? Да никогда. А почему они пропитаны вот этим ядом анафемы? Ключами, которые им не принадлежат. Они выдумали, сами сковали ключи деревянные. Ими представят, в ад посылает. Не может его никого в ад замутать. Потому что Христос умер за него. Ты можешь так ответить? Вот это у нас женщина была с детьми. А у нее помогали длительные ростовского храма на площади Спартака. И она была в больнице, а с ребятишками ухаживали. А она к нам льнет. Я говорю, ты туда, раз с тобой так относятся, ну поближе к ним будь-то. А она сюда идет. И вот ребятишек, они ей помогали. Хорошая женщина с Покровского собора, с другого. И сейчас и дети были здесь. Как узнали, к этому юридику посылала детей. Больше тебе помогать не будем, машину не дадим. А девочка, Вика, которая побольше там, она в воскресную школу. В воскресную школу Вику не примем больше. И а батюшке сказал, да врут, а они куда они не дадутся, примут. То есть, та же самая, а самые не коньяные, они не столовятся. Один и тот же дух, теми же самыми словами. И так же угрожают. Все один к одному. И баптисты точно так же по отношению к нас. Еретики, сектанты по отношению к нас. Потому что я говорю, они не церковь. Нет священства. Но везде на первом месте будет любовь. Любовь. А кого ты приобретешь с ненавистью? Никого. Вот я хочу эти слова вписать в эти слова. Что Господь любил, накормил, и больше всего народу было здесь, прибыло. Хотели царем сделать. Если у нас это будет здесь, люди это заметят. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Отец наш небесный, благодарим Тебя. за этот день, за это тихое мирное время, за эту возможность заниматься Твоим Словом, вникать в Него. Господи, расширь наши сердца для добрых дел. И благослови нас во всем. Мы же, Господи, благодарим Тебя. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух.